Сегодня на ужин у нас полезная еда. Другими словами, овощной салат. Главное, не забыть добавить огурцы. Я их так люблю, что могу съесть все одна и не заметить. Теперь отправляйся в тарелку. Ой, что это? Заноза? Нужно ее достать. Это же не подойдет, да? Да, лучше не стоит. Плохая идея. Стаканчик? Здесь чего-то не хватает. Спичек? Стоит попробовать. Если у вас такая же заноза, как у Лили, возьмите спичку и зажгите ее. А затем нагрейте стакан с внутренней стороны. Когда спичка потухнет, поместите стакан поверх занозы. Она просто выпала, видите? И вообще никакой боли. Жаль тебя выбрасывать. Но теперь я буду пользоваться пластиковой доской. Гладкой и без заноз. Как же хорошо вернуться домой. И что нужно сделать в первую очередь? Да, снять эти высочинные каблуки. О, да, так намного лучше. Вторые в списке контактные линзы. Сейчас подготовлю контейнер. Минуточку. Я же не могу поткнуть ногти прямо себе в глаза. Но мне так нужно их достать. О, я забыла о ватных палочках. Как раз вы мне и поможете. Просто согните палочку пополам. Теперь осторожно приложите ее к глазу. И вытащите линзу одним быстрым движением. Теперь просто положим линзу в раствор. Отлично. И главное стерильно. А мои глаза наконец могут подышать. Так намного лучше. Ты права, это так смешно. Он скоро будет здесь. Да чего мило. Я так рада за вас. Спасибо. Тогда давай погуляй где-нибудь до вечера. Нет уж, мне лень. Я хочу посмотреть, что будет. Ну, пожалуйста, он придет через десять минут. Хорошо, хорошо. Ты всегда своего добьешься. Вечно она мной командует. Эй, этот Мишка натолкнул меня на идею. Так, приятель, нас ждут великие дела. Нужно его перевернуть, чтобы было видно затылок. Спокойно, Мишка, это не больно, ведь ты не живой. Теперь вынем наполнитель. Достаточно. Перевернем тебя обратно. Берем ножницы и удаляем медведю один глаз. Ставим камеру мобильного на запись. Снова переворачиваем. Нужно установить телефон в голове. И, наконец, кладем на место наполнитель. Надеваем капюшон вот так. Никто ничего не заметит. Окей, поглядим-ка на тебя. Такой же милашка, как и раньше. Только теперь вместо глаза камера. Вернем его на обычное место. Привет, я так по тебе соскучился. Не поверишь, что со мной сегодня было. Я тоже скучала. Рассказывай, что случилось. Ну, для начала на меня напал голубь. Мишка все видит. Мишка записывает ваши тайны. Мишка лучший шпион на свете. Да, начинают целоваться. Думаю, вас заинтересует вот это. Дай сюда, немедленно. Нетушки, хотите эту запись, придется заплатить. Ну, у меня тут было что-то, то, что голубь не отнял. Вау, спасибо. Вот запись. Приятно иметь с вами дело. Вечеринки у бассейна такие утомительные. И Кевин, похоже, прочувствовал это на себе. Ого, какой беспорядок. Видимо, вечеринка прошла на ура. Я еле глаза открыл. Что? Я слишком долго спал. Как же успеть все прибрать? Пора сыграть в прятки. Поехали. У меня на это нет времени. Поставлю на самую большую мощность. Что? Что с ним? Ну, пожалуйста. Знаю. Попробую по старинке. Они что, прилипли к полу? Это ужасно. Я делаю только хуже. Отстаньте. Конфетти повсюду. Такой беспорядок. Хотя это может пригодиться. Приклейте кусок двустороннего скотча к щетке. Оторвите защитный слой и приступайте к работе. Посмотрите, как чисто. Сработало, как по волшебству. Теперь мама ни о чем не догадается. Фу. Мне надо домой. София? Ваши два ягодных десерта. Приятного аппетита. Я такой раньше не пробовала. Девушка, принесите, пожалуйста, напитки. Сейчас. Наслаждайтесь. Я ждал этого момента весь день. Не открывается. Можно нам открывашку? Эм, девушка, извините. Я даже руку поранил. М-м-м, да. Я знаю, что делать. Я как-то видел в ролике один трюк. Час от часу не легче. Нужно что-то посильнее. Может, не стоит? Ты точно знаешь, что делаешь? Призываю всю силу этого меча. Эй! Ну все. Больше никаких игр. Какой крепкий алюминий. Это еще не все? Вау-вау-вау! Можно просто использовать кольцо. Я покажу. Ты готов? Накройте ладонью крышку и потяните. Вау! Теперь твоя. Похоже, с пистолетом я переборщил. Ребята, вы просили? Ну ладно. Я налью себе еще немного. Итак, ребята, пора проверить ваши знания. Смотри, кажется, я нашел ответ на тот вопрос. Поверить не могу. Списывают прямо передо мной. Вы двое. Что это вы делаете? Да, меткий бросок. Что ж, тогда, может, помолимся? У меня есть идея получше. И для нее нам нужна бутылка газировки. Перевернем ее и напишем ответы. Чтобы учитель ничего не заметил, возьмите черный маркер. Эти формулы точно попадутся в контрольный. Моя бутылка со шпаргалкой готова. Идеально. Вы только посмотрите, совсем незаметно. Хочешь пить? Тогда держи. Ладно, я люблю колу. Вау! Смотрите, ответы прямо перед глазами. Потрясающе. Ой, не обращайте внимания, просто решила попить. Итак, пришло время сдать этот тест. Отлично. После такой сложной работы я заслужил сладости. Обожаю маршмеллоу. Такие мягкие и сладкие. Как вкусно. Возьму еще одну. Минуточку. Что? Куда делась моя миска с маршмеллоу? Не могла же она просто исчезнуть? Что это она там ест? Мои маршмеллоу. Она только что все доела. Воришка. Мерзкая предательница. Маршмеллоу больше нет, и это ее вина. Можно же что-то сделать, чтобы мои вкусняшки оставались в безопасности. Да, это подойдет. Итак, берем папку и резак. Разрезаем переднюю часть прямо у колец. Готово. Отрежем полностью. Затем переходим к клеевому пистолету. Рисуем клеем линию по оставшейся стороне. И приклеиваем сверху еще одну папку. Обожаю работать клеевым пистолетом. Но ненавижу, когда горячий клей попадает на руки. Сверху добавляем последнюю. Отлично! Со стороны кажется, что это обычная стопка. Но внутри можно спрятать все любимые сладости. Ммм, маршмеллоу. Из-за папок ничего не видно. Теперь никто не сможет ничего у меня стащить. Куда это он положил маршмеллоу? Я тоже хочу. Их нигде нет. Где он их прячет? Черт!